26 мая начнется жаркая пора для выпускников, пора одинного государственного экзамена. В этом году в процедуру проведения введены несколько новшеств, которые не на шутку обеспокоили школьников и их родителей. Подробнее далее в сюжете. Единый государственный экзамен все больше похож на операцию спецслужб, шутят школьники. Доставкой экзаменационных заданий с этого года занимается фельдъегерская служба, структура, которая транспортирует по стране документы государственной важности. Варианты заданий разработаны для каждого часового пояса отдельно, а каждый пункт сдачи ЕГЭ оборудован металлоискателями и камерами наблюдения. Мы относимся к этой мере достаточно беспроблематично, поскольку все это направлено на повышение прозрачности процедуры проведения государственной тоговой аттестации и на то, чтобы каждый ребенок имел равные права. ЕГЭ – серьезное испытание для всех – и для ребенка, и для учителя, и даже для родителей. Причем последние обеспокоены больше остальных. Поэтому важную роль в подготовке играет именно психология. Специалисты рекомендуют мамам и папам ни в коем случае не нагнетать обстановку. Крепкие знания дают им спокойствие. И в нашей школе, например, очень хорошее психолого-педагогическое сопровождение детей. Разработаны памятки, как себя вести на экзамене, как собраться, как перестать паниковать. Это очень серьезно их поддерживает, наших детей и наших выпускников. Выпускник никогда не увидит в своем экзаменационном листе вопросов, которые он не изучал во время уроков. Проще говоря, школьной программы достаточно, чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов. Главное – собраться и выложиться на полную. Но будущие абитуриенты все же подстраховываются. Я хожу только на курсы в университет и занимаюсь в школе. Ну и плюс самоподготовка, конечно. В этом году пошли навстречу ученикам, которые сдали экзамен неудовлетворительно. Теперь ЕГЭ можно пересдать в резервный день. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика.